АЛТАЙСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Диспетчерская служба «Алтаэнерго» уже вторые сутки работает в особом режиме. Сюда приходит информация обо всех авариях. Вчера из-за шквалистого ветра и метели их было больше 30. В общей сложности несколько тысяч человек в 19 районах края оставались без света. Сами повреждения были незначительные. То есть там обрыв провода, срыв изолятора. То есть устранялись после нахождения повреждения буквально в час-полтора и линия включалась в работу. К утру бригадам удалось восстановить электроснабжение во всех пострадавших населенных пунктах. Работу затрудняла все та же стихия. Сложно было не устранить, например, обрыв проводов, а добраться для него. Для этого использовали и снегоходы, и даже лыжи. Энергетикам помогали и спасатели. Отряды МЧС сейчас работают в основном на занесенных трассах. Ехали со стороны Усть-Калманки, в сторону Олейска. Ну, километров 36 мы доехали. Возле вооружумов стали, там вообще перемет большой был. Пока стояли, нас замело вообще по крышам. Этих жителей Бийска спасатели буквально выкопали из снега и отправили пить чай в специальные мобильные пункты обогрева. Их 57 по всему краю. Всего за прошедший день удалось помочь 2,5 сотням авто. Кроме того, на крупных трассах МЧС развернули пункты временного размещения. Там метель пережидают почти 200 человек. Все они застряли в пути из-за перекрытых дорог. Всем без исключения рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов. Ограничено пассажирское движение по федеральным трассам и трассам регионального значения. Местные трассы в большинстве районов закрыты полностью. Сейчас выезжать из населенных пунктов запрещено всем автобусам и большегрузам. Но если буря не стихнет, то все дороги снова могут перекрыть и для легкового транспорта. Впрочем, синоптики обнадеживают. Метели, сильный ветер могут стихнуть уже завтра. Маруся Сагурска, Павел Лауронин, информационный канал «Город». В Барнауле активизировались черные осенизаторы, так называют людей, которые занимаются незаконным сливом жидких бытовых отходов в канализационную сеть города. К нам в редакцию уже не раз обращались горожане, которые невольно стали свидетелями подобных сливов. Наш корреспондент Алексей Янкин расскажет, где и в каких районах города осенизаторы особенно активны и как специалисты предлагают с ними бороться. Если вы живете в индустриальном или ленинском районах, считайте, вы в зоне риска. Именно здесь частенько сливают отходы те, у кого нет на это разрешения. Один из примеров – улица Власихинская, оживленная магистраль. Нередко проезжая по ней, можно почувствовать дурной запах. Разгадку спертого воздуха нашей съемочной группе поведали местные жители. Получается что? Получается вот сюда вот несанкционированный сброс жидких бытовых отходов. Причем они мимо колодца сливают. Вот здесь вот получается озеро экскрементов. И все это туда к нам идет. У Сергея и его соседей, проживающих недалеко от перекрестка Власихинская-Малахова, всегда найдется свежий видеоролик о работе черных осенизаторов в здешних краях. Схема проста. Подъезжает машина с жидкими отходами, шланг опускается в сугроб, цистерна опорожняется. Дело в шляпе, а вернее в трубе. И не надо шоферу гнать бочку на полигон ТБО, где находится единственное в городе законное место для слива. Издержки минимальны, прибыль максимально, так и работают. Вот это все, это они же. Это все, это они же. То есть уровень тот и тот. Сейчас весна будет, мы просто в экстрементах будем этих домой заходить. Данные о черных осенизаторах поступают отовсюду. Замечены они на Южном, в парке Юбилейном. По этим фотографиям, которые нам прислали телезрители, также легко догадаться, где еще орудуют недобросовестные чистильщики выгребных ям. Представители водоканала говорят, что этим фото не место в домашнем архиве. Если вы зафиксировали случай незаконного слива жидких бытовых отходов, а они все в городе незаконны, так как надо ехать на полигон ТБО, пожалуйста, обратитесь в полицию, обратитесь в администрацию района. Предоставьте, пожалуйста, эти материалы, чтобы на нарушителя, можно было нарушителя выявить и наложить на него штраф. Причем желательно, чтобы в кадр попал номер машины и факт нарушения закона. Пока только так можно бороться с многочисленными фактами незаконного слива жидких отходов. В городскую канализацию полагают водоканали. Заварить или закрыть на замок? Крышки люков не выход, уверены здесь. Во-первых, по закону так делать нельзя, а во-вторых, черные осенизаторы нередко просто выворачивают сами люки. Возможно, решить проблему слива отходов могла бы сеть локальных станций по всему городу. И сейчас такой проект обсуждается, но пока его воплотят в жизнь, пройти может еще много лет. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Прокуратура проверила факт падения снега с крыши городской поликлиники номер 12. Напомним, 9 февраля около 18 часов с крыши на 6-летнюю девочку упал снег. Судя по выписке из истории болезни, у ребенка зафиксированы ушиб мягких тканей теменной области и дисторзия шейного отдела позвоночника. Как сообщает пресс-служба Краевой прокуратуры, выяснился и тот факт, что в поликлинике ребенку не оказали первичную помощь. При общении с нашей съемочной группой главный врач поликлиники уверяла, что ничего с их крыши ни на кого не падало. С учетом всех выявленных нарушений главному врачу поликлиники внесено представление. Подобное получил и глава администрации индустриального района. Как сквозь землю у жителей Барнаула в самом центре города провалился в открытый колодец. Удивительно, но мужчина не получил ни одной серьезной травмы. Тем не менее, горожанин намерен найти виновных. Об этом рассказал нашим корреспондентам. Подробности происшествия у Кирилла Политова не только об этой истории в рубрике «Коммунальный патруль». И вот здесь вот пошел. Здесь тоже было все, люди стояли на автобусе. И вот даже сейчас у этого люка его не видно. Вот он. Практически видно. И здесь стояли группа девушек. В этот момент у Виталия словно земля ушла из-под ног. Такого развития событий мужчина точно не ожидал. Сделав пару шагов от остановки, оказался по пояс в канализационном люке. И туда, короче, ушел. И вот так вот облокотился, короче. Но это, ну, упал. Девчонки тут в шоке были. Мужчина был и нету. Как бы вот стали спрашивать, там, что вы, не ушиблись, не ушиблись. Люди как бы подтянулись тоже. Из-за подни мужчина выбрался сам. Болела нога. Тут же, говорит, сам себе поставил диагноз – перелом. Благо уже потом в больнице догадки не подтвердились. Отойдя от шока, удалось сделать пару снимков на половину открытого коллектора. Эти фотографии он позже разместит в интернете. Прогулка в самом центре города стоила Виталию испорченных штанов и сильной гематомы ноги. Повезло, уверяет мужчина, после происшествия стал искать виновных. Первым делом обратился в компанию «Водоканал». Я им сегодня позвонил, они мне попросили написать им заявление. Я им написал заявление, отправил по электронной почте. До этого, потому что я не знал, кто это, а мне важно было что-то предпринимать и делать. Я написал в прокуратуру тоже с приложением. Сейчас было бы открыто, кто-то бы провалился. Да, да, люди ходят, тут вот наступают. Наступить на одни и те же грабли уже вряд ли у кого-то получится. Коммунальщики после ЧП с Виталием более плотно закрыли крышку. Денежная компенсация в такой ситуации возможна, говорит наш эксперт, юрист Артем Чаузов. Если появятся какие-то негативные последствия в виде образования болезни, либо ампутации конечностей, дополнительные траты денежных средств на медикаменты, операции, лечения, то тогда, безусловно, данному гражданину будет полагаться возмещение компенсации морального вреда, которое и выражается в причинении физического и нравственного страдания. Для этого будет необходимо выявить причинителя вреда. Для этого можно будет обратиться в районную администрацию, которая должна будет дать ответ на данный вопрос. Найти виновных в другой истории пытались несколько недель жители спального района города. Конфликт в доме с номером 10 по улице Сергея Ускова разгорелся после того, как специалисты местной фирмы «Забота» почистили двор от снега. Вот только некоторые жители этой самой очистки остались недовольны. Снег собрали, но не вывезли. Вот так вот ехал КАМАЗ, вот посюда, по нашему газону, и сейчас покажу, куда они его вывезли. По заверениям очевидцев, Большегруз выгрузил собранный снег буквально в паре метров от дома с другой стороны. На этом коммунальщики посчитали, что справились с миссией. Жильцы подняли тревогу, уверяют, в прошлом году вода затопила всю округу. Якобы эти сугробы могут только усугубить возможный весенний поводок. Обращались к чиновникам, прокурорам и все тем же коммунальщикам. После серии наших репортажей и кучи присланных писем последние дали ответ. На встречу с домочадцами приехал лично руководитель компании «Забота». Говорят, заверил жильцов, что этот собранный снег никак не повлияет на поводок. Поверили на слово. Мы и директоры МЧС, как бы все уверяют, что нас затопить будет не больше, чем всех остальных. Конечно, никто никаких гарантий дать не может, но во всяком случае нам, как-то жителям, просто стало спокойнее, потому что все поставлены на уши. На этом в этой истории ставим «нет, не точку», «в запятую» весной вернемся сюда вновь. Закольцуем выпуск истории про коллектор. Как буквально сегодня удалось выяснить пострадавшему, водоканал за этот канализационный люк ответственности не несет. Поиски продолжаются. Напоминаю, обращение с жалобами на коммунальные службы мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. О самых актуальных расскажем в ближайшем выпуске коммунального патруля. На этом все. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Проблему с очередями барнаульские школы удастся решить не раньше 2020 года. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Наталья Полосина. Напомним, в начале февраля в лицее номер 121 за места для будущих первоклассников шла настоящая война. Это единственная школа на несколько новых густонаселенных кварталах Барнаула. Чтобы определить туда детей, люди были вынуждены занимать очередь с пяти утра. В итоге места получила только треть более чем из 400 желающих. Тех, кому не повезло, планируют распределить в восемь других школ Барнаула. При этом городские чиновники говорят, что полностью решить проблему с очередями в школы индустриального района Барнаула удастся только через 3-4 года, когда в городе построят еще несколько новых общеобразовательных учреждений. У нас появится, ну может быть не к 1 сентября, чуть-чуть попозже, хотя задача поставлена к 1 сентября, и мы будем надеяться, что строители эту задачу выполнят. Школа в квартале 2034, которая также позволит нам разгрузить и в том числе этот микрорайон. Алтайский край признали столицей на карте безумия регионов России. Эти данные приводит одно из федеральных агентств со ссылкой на официальную статистику Минздрава и главного психиатрического института страны исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Владимира Сербского. Сегодня мы решили выяснить, как к этой информации относятся специалисты и сами жители региона. Рассказывает Ольга Калачева. Марина Вдовина – главный психиатр края. Именно к ней стекается вся статистика. По ее словам, данные, указанные в статье, по меньшей мере некорректны. По количеству обратившихся к психиатру, наш регион действительно впереди всех в России, говорит Вдовина. Но называть край безумным преждевременно. Под постоянным наблюдением врачей находится 5000 человек. Этот показатель, утверждают эксперты, соответствует общероссийским данным. Безумие – это, получается, они имеют в виду пациентов, страдающих хроническими и психическими расстройствами. Правильно? Разбезумные, да? Значит, вот эта как раз цифра у нас полностью совпадает с цифрой по Российской Федерации. Значит, в Алтайском крае она 48 на 100 тысяч населения. Тогда почему наши люди чаще других в России обращаются к психиатру? По словам специалистов, для Алтайского края это вопрос совсем не риторический. Причина, по крайней мере так говорят эксперты, непростое социально-экономическое положение региона. Поэтому процент людей, страдающих неврозами и депрессиями, стремительно растет. Если ситуация вообще в регионе стабильная, да, с заработной платой, нет никаких-то вот таких вот ситуаций, там, как наводнение или еще что-то, да, то тогда, конечно, обращаются, ну, как бы меньше. А считают ли себя сами жители края неуравновешенными? И как они относятся к этой статистике? С этим необычным вопросом сегодня мы вышли на улицы краевой столицы. Ну, процент неравновешенных, наверное, такой же, как по России, не больше. Это надуманные цифры. Может, заговор просто против Алтайского края? Я не считаю, что у нас Алтайский край тут безумные люди, у нас, наоборот, адекватный народ довольно-таки. Ну, безумные, наверное, потому что люди молчат при такой тяжелой жизни. Вся Россия довольно, ну, отчасти безумно. Безработица там, пенсионеры живут на копейке. Данные о душевном здоровье россиян по итогам 2016 года планируют обнародовать в марте-апреле. Но уже сегодня главный психиатр края говорит, они будут несколько отличаться от цифр двухлетней давности. Количество людей, обратившихся за психиатрической помощью в крае, постепенно сокращается. А между тем, по наблюдениям врачей, чем больше людей приходит к психиатру, тем меньше совершается самоубийств. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город. Где в Барнауле находится улица, которая названа в честь одного из главных героев гражданской войны, знает Илья Кочетков. Сегодня он прогуляется по проезду имени Василия Чапаева. У каждого времени, как известно, есть свои герои. А есть герои на все времена. Вот кто из наших телезрителей не знает хотя бы одного анекдота про героя гражданской войны Василия Чапаева? Я думаю, все знают. А кто из наших зрителей в курсе, что в нашем городе есть улица, посвященная Василию Чапаеву? Знают, я думаю, не все. И да, мы не из числа тех, кто знал, где он находится наверняка. То, что для жителей Нагорье пустяк, для нас оказалось той еще задачкой. Даже с помощью современных гаджетов мы едва нашли этот проулок, два раза промахивались. И вот, наконец-то, мы здесь. Точнее, не улица, а проезд. Причем заканчивается он тупиком. Совсем рядом такой же ныне тупиковый заводской взвод, судя по названию, связан был с сереброплавильным или, скорее, стекольным или дрожжевым заводом. Кстати, по основной версии, именно там внизу когда-то работала паровая машина Ползунова. Чапаева, судя по документам, появился в 50-х годах прошлого века. Давняя традиция Нагорья – называть улицы именами героев революции и гражданской войны. У вековечить же имя Василия Ивановича сам Бог велел. Пожалуй, самый популярный красный командир, на счету которого много громких побед. Пал смертью храбрых от рук белогвардейцев. Сослуживец Фурманов посвятил ему книгу, но подлинная слава пришла в 1934-м с выходом фильма. Ну, кино – это кино, а просто так народными героями, все-таки, согласитесь, не становятся. Людей-то не обманешь. Чапаева солдаты любили. Во-первых, он добивался дисциплины не наказаниями, а уговорами, как рассказывают его современники. Во-вторых, следил, чтобы солдаты были образованы, умели читать и писать, всегда были накормлены и хорошо одеты. Впервые в армии он организовал кассу взаимопомощи. Ну, то есть, установил такой свой маленький коммунизм в отдельно взятой дивизии. В отличие от многих других героев того смутного времени, о Чапаеве известно довольно много. Если не сказать больше, как подлинный народный герой, он быстро оброс мифами. Особенно после смерти. Киношный Чапаев, как многие, наверное, помнят, умер, утонув, будучи раненым в реке. Но историки склоняются к тому, что, скорее всего, было все немного иначе. Его действительно ранили и перевезли на плоту на другую сторону реки. Но в пути он просто умер от потери крови. И его закопали там же, на берегу. Со временем река изменила русло, и могила просто исчезла под водой. И зато появилось на свет множество мифов. Взять хотя бы знаменитого Петьку. На самом деле, Петр Исаев был командиром полка Чапаевской дивизии, а превратился в ординарца. Вдова Петра потом долго добивалась его, так сказать, реабилитации. Не все понятно и санкой пулеметчицы. Вспоминает, что вообще-то Чапаев не сильно одобрял, когда женщины воюют. Вокруг фигуры Камдива вообще сломана копия, наверное, не меньше, чем по поводу подвига знаменитых панфиловцев. Что было, чего не было по прошествии времен, уже не так и важно. Тем более, растиражировано были и не были множеством анекдотов. А это, согласитесь, настоящее признание. Более того, вот кто из известных личностей может похвастаться тем, что в честь него назвали настольную игру? Чапаев. Любимая игра многих и многих поколений советских школьников. У нее даже есть какие-то правила, причем довольно-таки строгие, разнообразные. Да ладно, какие правила, в конце концов? С одной стороны, посмотришь на улочку, где не то, что зимой, летом две машины вряд ли разъедутся. И подумаешь, как жаль, что такому человеку посвятили всего лишь такую улочку. Но с другой стороны, сколько больших и просторных улиц, названных в честь людей, которых помнит сегодня только Википедия. А Чапаева помнят люди. И это дорогого стоит. Илья Кочетков, Александр Андропов, информационный канал «Город». Нашим гостем в ближайшую субботу, 25 февраля, будет Павел Лесных, многократный рекордсмен России и мира по гиревому спорту, руководитель Федерации гиревого спорта Алтайского края. Вопросы гостю можете задать и вы. Звоните нам по телефону 722-440. Или пишите на адрес нашей электронной почты. CityNewsSobaka.ru. Самые интересные вопросы мы зададим гостю в рамках эфира. Идеальный театр в Барнауле. Над его созданием сейчас работают студенты Института культуры под руководством их наставника, режиссера Михаила Тумашова. В репертуаре уже 10 спектаклей. Завтра очередной показ на зрителя. Ну а сегодня Елена Кузовкина побывала на репетиции и попыталась выяснить, какой он идеальный театр. Замолчи, уйдя! Уходи, уйдя! Смотри, что спектакли! Уходи! Недейственно, недейственно, деревянно. Поэтому это больше мяса должно быть в этом. 218-я аудитория. Черные стены и потолок. Нет часов. Окна открывают лишь, чтобы проветрить помещение. Кто-то скажет, как в таких условиях можно учиться. Для этих же студентов обстановка вполне привычная. На площадке работает третий курс мастерской Михаила Тумашова. Эти ребята – его очередной театр, который просуществует еще пару лет. Да, это мастерская, которая имеет ограниченный срок жизни. Но, с другой стороны, этот цикл постоянно возобновляется. И каждый раз мы выходим на тот уровень, который меня, в общем-то, устраивает. Творчество. И спектакли, которые нравятся самому себе. В профессиональном театре, говорит Тумашов, все иначе. Там есть большая сцена, уютный зрительный зал, но нет идеальной игры. А ведь именно такого исполнения требует от своих актеров Михаил Афанасьевич. Со своим прошлым курсом он пытался работать в Большом зале на проспекте Ленина, 66. Но сделать его по-настоящему театральным не получилось. Вернулись в 218-ю. Уже завтра зрителю покажут Марина Поля с необычной историей про трех столетних старушек. Молодым артистам приходится регулярно исполнять возрастные роли. Так они учатся профессии. Ой, у меня много маленьких девочек. Да. Ну я такая по себе какая-то ветреная, легкая. Да. И много старух. И старухи. Ой, знаете, у меня, наверное, пять старух. Серьезно. Тумашовцы. Это, можно сказать, бренд, знак качества. 90% выпускников остаются в профессии. Например, Сергей Лебедев работает на кафедре. Актерской деятельности он предпочел театральную режиссуру. Есть в профессиональном театре момент какой-то рутины и так далее. Здесь им все вновь, все интересно. И они открыты для каких-то экспериментов. Они каждый день открывают себя. Репертуар театрального сезона расписан до марта. На ближайшие показы мест в зрительном зале нет. Афишу можно найти в интернете. Среди названий «Комната невесты», «Пять вечеров», «Вдовий проход». Когда горят глаза у артистов и режиссера, загораются они и у зрителя. Наверное, таким и должен быть идеальный театр. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Очередная серия адаптации сегодня в 20.00 на ТНТ. День оленевода в ненецком поселке Тиньцзянь – прекрасная возможность отдохнуть и развеяться в компании с любимой девушкой. Осталось только выбраться с праздника живым и здоровым. Своим зрителям телеканал ТНТ предлагает принять участие в викторине. Чтобы получить эксклюзивный приз от ТНТ, необходимо внимательно смотреть сериал «Адаптация» и активно отвечать на вопросы, которые ежедневно появляются в группе ТНТ Барнаул ВКонтакте. Подробности викторины в группе ТНТ Барнаул ВКонтакте. ТНТ Барнаул ВКонтакте. До встречи.